Приветствую всех, мои уважаемые друзья, с вами, как всегда, Видеотекер. Продолжаем играть в дебедишечку, душить, плакать, ныть, жаловаться и конючейки, в общем, как вы это любите. В очередной раз представляю вашему вниманию палача, соответственно. Палач это хорошо, палач это всегда было хорошо, всегда будет хорошо и всегда будет мощно. Потому что, ну вот как занерфить его обилку, если вот так подумать? Да никак, ну по факту никак, ее надо просто кардинально перелопачивать. Поэтому он всегда будет тиром 1, как и был изначально при появлении в игре. Это прекраснейшая альтернатива Нюрсе и прекраснейшая альтернатива Мору так или иначе. По одной простой причине. Все прекрасно понимают, что за палача надо туннелить. Вне зависимости от того, любишь ты туннелить, не любишь ты туннелить, у палача на это зациклена, соответственно, обилка. И поэтому, то есть создана, но зациклена создана для этого обилка. И поэтому, просто играя за палача, ты уже автоматически туннелишь. Всем известно, что лучший вариант игры за палача, это заставить, естественно, наступить в борозды, отправить на крюк, подбежать в клетку. И из клетки уже не орехов, ничего нету, подбегаешь и добиваешь, соответственно, через зов медсестры. Это идеальный билд на палача. И, кстати, последний торт, да, сейчас даем. Ну, давайте мемента. Зачем мне эти ваши подношения на фарм? Я их, как говорится, не приемлю. Сейчас у нас с вами идет по календарю ноябрь. Не знаю, какое сейчас число, но точно я знаю, что этот видосик выйдет в ноябре. Осенью мы с вами поиграем в дебедишечку. Зимой, вот эти вот три месяца зимы, я позабочусь о разнообразии контента. Сейчас отдохнем с вами от ПВП, поиграем в другие игры на стримах и на роликах, соответственно. А продолжим весной, 1 марта 25-го. Мы с вами дебедишку продолжим с новыми силами, так скажем, с новыми впечатлениями. Вы нажимать будете? Нет, срувы, ну заколебали, блин. Итак, вступление уже большое, в натуре засранец. Ну-нуй-нуй. Смысла нет. Ой, блин, ну быстрее, срувы. Да что ж вы за люди-то такие? Сахарок. Лоль. И Кейлик. Я не понимаю, ну что можно так долго сидеть, ждать, выбирать? Что вы там думаете? Какие вы там читы подрубаете? Ну? Наконец-то. Жми давай, ада. Сахарочек, епта. Ура. Ура. Так, сейчас посмотрим, что у нас, как говорится, получится. Обузных карт нет, это радует. Это рандомчики. Ну, правильно, сейчас начало только недели. Понедельник. 10 утра. 10 утра, поэтому... Хе-хе-хе. Все пати еще на уроках. Это карта Майерса. Как все прекрасно знают, смысла нет, да. Вот так. Ах, а ты хорош. Еще бы в текстуры не врезался, был бы вообще шоколад. Это пиздец. Возможно, Канада когда-нибудь допрет. Что Ману надо сделать хотя бы 30-секундный бонус, чтобы сурвы не могли заводить, в принципе, с самого начала катки. И активировать эти завод генераторов после первого повеса. Туда я не пойду, но там смысла нет. Ману надо сделать хотя бы craziest. Фух. Фух. Выжив. Ах! Ну стой, кладеточка, еб ты! Опять полдня догонять. Ну почему палач не может блинковаться? 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 Палач! Я так и знаю. Осколок. Еще и стойкость. Откуда стойкость? Смотрим внимательно. Откуда спасут? О, прямо перед выходом. Сюда. Стандартная тема в этой гребаной игре. Я бы никогда бы минус 2 не дал бы без такого геймплея. Я вам даже больше скажу. Кроме Нюрсы тут никто бы не дал бы больше. Потому что такую карту не обыграть. Все это прекрасно знают. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами, как всегда, был Видеотекери. До следующих серий. Всем пока.